Продолжаем нашу экскурсию. Мы возвращаемся из Бостона на северо-восток штата Массачусетс. Это старейший город Линн. Он омывается Атлантическим океаном. Вы можете посмотреть это справа. Теперь расскажу вам о городе Линн. Это старейший город. Это был один из промышленных городов. Была легкая промышленность, очень развита. Здесь были фабрики, которые выпускали обувь. Также здесь работал крупнейший в Америке завод по изготовлению авиамоторов для самолетов. Поэтому половина жителей работала на авиационном заводе, а половина жителей работала на фабриках, которые выпускали обувь. В середине 70-х годов все эти фабрики были переведены на Центральную Америку. Некоторые люди, которые помоложе уехали туда работать с этими фабриками вместе, которые постарше, остались жить в Лине. И раньше это был очень такой активный город. Здесь ходил трамвай, жизнь кипела. Но после того, как фабрики, как промышленность ушла, здесь немножко стала по-другому жить, стала спокойная, равномерная жизнь. Сейчас мы продвигаемся в сторону острова Нахант. Это сейчас уже стал полуостров, потому что проложили сюда дорогу, насыпная дорога. И город такой очень богатый город, довольно богатый город. Посмотрите, мы проезжаем по насыпной дороге с правой и с левой стороны океан. Поэтому очень здесь летом, здесь очень хорошо. Это буквально очень близко от моего города. Я живу в городе Сейлэм. Это следующий буквально город. И вот мы летом приходим сюда, любуемся природой. Некоторые русскоговорящие ловят рыбу. И не только русскоговорящие. В океане можно ловить рыбу, но на ловлю рыбу нужно покупать разрешение. Оно недорогое, но на ловлю в океане оно стоит где-то долларов 25 приблизительно. А в пресной воде, в озерах, тут много озер, можно где-то с долларом 10-12. Поэтому любители ловли рыбы здесь получают удовольствие. Я тоже немножко этим занимаюсь, но не так часто, не всегда хватает времени. На это нужно много времени. Там вдали у нас показывается Бостон. То место, где мы были с вами буквально в прошлом видео. Вот. Мы едем в сторону Наханта. Нахан, остров Нахан, с левой стороны у нас находится, как я и говорил, это итальянский город, в котором живет в основном итальянское население. Дома здесь очень дорогие. То есть, ну не все, конечно, но есть дома, которые больше двух миллионов. Вот такой вот город Нахант, остров Нахант. Давайте немножко проедемся по этому острову, попробуем. Летом, конечно, здесь очень красиво. Интереснее намного, чем сейчас. Все утопает в зелени. Много лодок, катеров вокруг этого острова. Хозяева, естественно, наслаждаются жизнью на этом острове. Вот пляжи, отличные пляжи, песочные, песочек мелкий. Тут очень интересно летом, конечно. То есть и с правой стороны, и с левой стороны находится океан. Зимой здесь, конечно, не очень приятно, потому что зимой холодно, ветер обдувает со всех сторон этот остров. И поэтому, конечно, не очень это хорошее удовольствие жить здесь зимой. Давайте мы проедем немножко вот так, чуть-чуть по острову. Вот в основном, как и везде в Америке, здесь дома двухэтажные, одноэтажные. Ведь я когда-то думал, живя на Украине, что Америка это все многоэтажные высотные дома. Нет, это не так. Основная Америка это двухэтажные, трехэтажные, одноэтажные дома. В основном они все сделаны из ДСП. Да, не удивляйтесь, здесь в основном ДСП. Кирпич, камень здесь это очень дорогое удовольствие. Поэтому в основном дома это ДСП. Отопление, вот вы подумайте здесь, холодно зимой? Конечно, здесь не тепло зимой, ветер дует, в океане все-таки. Но отопление у всех свое отопление. В основном на солярке. И все вроде нормально, раз люди живут здесь и наслаждаются жизнью. Дальше мы подъезжаем, это приблизительно центр Наханта. С левой стороны сейчас будет школа. Своя школа, своя полиция. У них здесь все свое. В каждом городе свой муниципалитет. Поэтому, поэтому вот так вот в Америке живут люди. Да, конечно, зимой здесь не так красиво, как летом. Летом здесь намного интереснее. Я хочу подъехать вот к обрыву вот так, чтобы вы могли именно посмотреть эти дома у самого края, у воды. Самые дорогие дома, там есть, конечно, каменные дома с камерами, с секьюрити, со всеми делами. Попробуем проехать, посмотреть, если нам это удастся сделать сейчас. Я давно здесь уже не был. Тут уже перестроили много построек новых. Сейчас попробуем, попробуем с вами все-таки проехать ближе к океану, чтобы вы могли. Вот вдали виден океан. Посмотрите, я думаю, вам это видно. Вдали виден океан. Сейчас попробуем подъехать. Видите, дома стоят. Вот эти вот дома, вот прямо перед вами дом. Этот дом как минимум полтора-два миллиона стоит. Эти дома богатых итальянцев. Видите, двухэтажные дома. Вот с правой стороны тоже кирпичный дом. Вот с левой стороны мне нравилось. Я не знаю, смогу ли я туда заехать. А здесь стоянка есть. Да, я поставлю машину и покажу вам, покажу вам немножко здесь. Вот какая здесь красота. Вот мы можем посмотреть, вот с левой стороны. Но мы поворачиваем направо и уезжаем из острова. И я попробую вам показать еще набережную на океан. Именно набережную в Лине, где люди гуляют. Летом особенно гуляют каждый вечер. Просто встречаются все русскоязычные. Не только русскоязычные. Но здесь всегда после работы, когда жарко летом, люди выходят к океану и гуляют вдоль океана. Собираются, общаются, разговаривают. Поэтому вот так. Мы любим наш океан. Возвращаемся из Наханта. И будет с правой стороны у нас сейчас будет набережная. О которой я говорил раньше. Где люди гуляют здесь каждый вечер. Вот с правой стороны я показываю вам набережную. Вот здесь люди гуляют каждый вечер, когда особенно жарко. Люди гуляют и наслаждаются океаном. Естественно, встречаются русские. Вот здесь очень, очень, вот в этих домах много живет русскоязычных. Вот такие дома, вот такие, сколько там, 10 этажей, наверное. Это много в этих домах живут русские. Вот эти дома с левой стороны, что вы видите, это кондо. Кондо дома здесь очень дорогие, потому что вид на океан. А раз вид на океан, значит, все намного дороже. Поэтому именно в этом месте, именно вот эти дома, квартиры здесь очень дорогие. Из-за того, что вид на океан. В общем-то, вот такой небольшой экскурс. Я сегодня провел для вас, и буду делать небольшие видео о жизни в Америке, о эмигрантах, которые живут здесь, о том, как они живут. Вы, пожалуйста, задавайте вопросы, и я буду делать видео на темы, которые вас интересуют. И тогда вам будет интересно узнать больше о жизни в Америке. И я надеюсь, что вы почерпнете что-то интересное для вас. И поймете, что американский народ, как и все другие, хочет мира, хочет работу, кормить свою семью и наслаждаться своей жизнью. Поэтому, если вам нравятся мои видео, пожалуйста, поставьте лайки. Если хотите задать свой вопрос, пожалуйста, внизу в комментах напишите свои вопросы. Я с удовольствием отвечу на них. Всего вам хорошего. До новых встреч.